В Сибири наконец-то потеплело, скоро официально откроется купальный сезон, но многие его уже открыли самостоятельно. На озерах, реках, котлованах. Можно ли вообще заходить в них и чем может закончиться купание? Поговорим с доктором биологических наук Ольгой Баженовой. Ольга Прокопьевна, здравствуйте. Здравствуйте. Какие вредные вещества могут содержаться в пресных водоемах? В связи с тем, что у нас пресные водоемы очень интенсивно используются вообще в хозяйственной деятельности, то в Западной Сибири в водоемах могут содержаться и тяжелые металлы, и остаточное количество пестицидов. У нас, например, по Западной Сибири основными загрязнителями являются соли меди, цинка, алюминия, железо. Сами понимаете. А насколько это вредно? То есть это можно почувствовать какое-то недомогание раз, искупавшись? Или это достаточно должен быть такой продолжительный период? В принципе, это не очень вредно, потому что все эти нормативы ВДК, они формальные, их давно критикуют. В принципе, самым лучшим показателем состояния водоемов могут являться только биологические показатели. Жизнь ведь везде есть. Несмотря на загрязненность, все равно там развиваются все живые организмы, живущие в воде, гидробионты. Но в наших водоемах, особенно на йоге Западной Сибири, они мелководные, летом прогреваются хорошо, и тут могут интенсивно развиваться сине-зеленые водоросли. Их очень можно легко определить визуально. В тихую, безветренную погоду пленка сине-зеленые водоросли может покрывать весь водоем. И вот такой водоем я бы, конечно, купаться бы не пошла. Потому что сине-зеленые водоросли могут быть токсичными, и они выделяют при своем цветении воду с разнообразными ядовитыми веществами, которые могут быстро нарушить здоровье человека. Еще про жизнь в водоемах. Есть ли еще какие-то микроорганизмы, которые живут в водоемах и могут навредить здоровью купающемуся? Да, в водоемах все живет. От микробов и до рыбы. Поэтому, допустим, в водоемах много бывает микроорганизмов токсичных. Водоемы могут служить источником инфекционных заболеваний, менинги, ахолеры и других кишечных инфекций. А как определить? Вот есть водоем, да? Можно ли человеку на глаз подойти, скажем, и сказать себе, нет, стоп, купаться не буду? Конечно, конечно. Чем хуже состояние водоема, тем в нем более мутная вода, очень много растительности по берегам, или, допустим, взвесей много в воде, или пленка сине-зеленых водорослей. То есть вода должна быть в водоеме, в котором вы хотите купаться, прозрачной, дно должно быть незаиленным. Но таких водоемов у нас мало. Это скорее ближе к Алтаю, а на юге Западной Сибири у нас... В Кузбасс, наверное, да? В Кузбасс, да. А у нас в Омской, Новосибирской областях тут водоемы находятся в стадии естественного старения, и они уже все немного заболачиваются. Но вообще-то, если говорить об уровне развития сине-зеленых водорослей, то в водоемах Омской области их уровень невысокий. Хотя там и есть токсичные, но там существует градация, когда опасно, когда не опасно. А если говорить, допустим, о соседних регионах, вот в Томске, в Новосибирске, допустим, Обское море? Да, Новосибирское водохранилище. В Новосибирском водохранилище особую тревогу вызывает состояние Бердского залива. Там ежегодно происходит летом цветение сине-зеленых водорослей, причем токсичных форм. И ежегодно, вот я не знаю, как сейчас будет ситуация складываться, все будет зависеть от летней погоды, то ежегодно там наблюдаются вспышки различных кишечных инфекций. Сине-зеленые водоросли. Чем опасны? Какие заболевания могут вызвать? Что со здоровьем будет потом? Заболевания, как таковых, они могут вызвать только в том случае, если это цветение идет интенсивное. То есть пленка будет явно видимая, и будут выделяться тогда токсичные вещества. Ну, я точно не помню, как называются все эти болезни, но они просто вот гепатотоксины выделяют, то есть токсины для печени, токсины для мозга. В общем, токсины для крупного рогатого скота, для животных, домашних, для человека. Но это довольно-таки редко бывает. Если говорить о Сибири в целом, ну, вернее, не о Сибири, а о Западной Сибири, то вот, допустим, Омск, Томск, Новосибирск, Кузбасс. Где озера лучше, где хуже, где лучше купаться? Да, в принципе, это одна и та же западно-сибирская равнина, только вот немножко к Кузбассу идет гористая более местность. И у нас озера практически все одинаковые. Ну, Томск, конечно, находится, Томск область находится больше в лесной зоне, там больше более чистых лесных озер. А юг Новосибирской области, юг Омской области у нас все это одни и те же озера одного и того же статуса, одно и то же состояние. Спасибо, Ольга Прокопьевна. А я напомню, мы говорили о том, можно ли купаться в озерах, водоемах Сибири с доктором биологических наук, профессором аграрного университета Ольгой Баженовой. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ